Дагестан Дагестанские особенности создают многообразную, интересную, красивую, одновременно тонкую и темпераментную культуру. Попытаемся разобраться, каков же на самом деле так называемый кавказский характер. Здравствуйте, Руслан Буржунович, здравствуйте, Машула Абдулаевич. Здравствуйте. История дагестанского народа уходит корнями в глубокую древность. Расскажите, как формировалась культура народа, какие особенности она включает, какие традиции для дагестанцев являются главенствующими? На территории современного Дагестана была заселена еще в глубокой древности город Дербент, который в этом году будут отмечать 2000-летие. Там находили наиболее ранние следы, древние обитатели обнаружены были. Это приморской низменности. Между горами и морем находится этот город, и через этот город проходили все торговые и так далее. Путь проходил через Дербент. Также на предгорьях на территории Кайтакского района археологами Дагестана найдены каменные орудия труда, относящиеся еще около 200 тысяч лет назад. В культуре Дагестана и всего Северного Кавказа четко сформировались ценности мирного существования и гостеприимства. Дагестанцы не представляли своего существования тесной связи одной семьи с другой, одного аула с другими, без крепкой дружбы одного народа с другими. Если говорить о основном населении, то практически 30% это аварцы, даргинцы, которые где-то 16,5% кумыки, лезгины, лакцы, нагайцы, ретульцы и другие национальности, которые, как уже было сказано, живут в дружбе и согласии. Поэтому Дагестан, Дагестан это жемчужина Кавказа, это самая большая республика на Кавказе. Интересный момент такой, сказали, перечислили народности, а в чем разница, в чем отличие? То есть вот как это традиции, там быт, вот кроме языка есть что-то? Ну, традиция в основном, они схожи, но у каждого есть своя национальная одежда, ну, чем-то отличается своя национальная одежда. У кого-то какие-то ремесла разные, кто-то, если занимается ковроткачеством, ну, ткут ковры, другие там занимаются, там, ремесла такие, как изготовление еще в старые времена, там, сабли, оружие, там, ювелирные изделия, вот, болхарские кувшины глиняные и так далее изготавливают. У каждого свое, как бы, направление. Вы упомянули о таких важных моментах, как гостеприимство и добрососедство. Что еще характеризует народ, чему воспитывают в семье? Такие ценности, как ценность физподготовки, одна из фундаментальных представлений культуры. Вот, например, ребенок родился, большое внимание уделяется, чтобы он физически был развитый, потому что еще с древних времен суровые климатические условия, месторасположение вынуждало население, как бы, чтобы население было физически подготовлено. В Дагестане высоко ценят традиции чести, вот, особенно боевой чести, гордятся подвигами дедов. Из Дагестана уходило на войну, в Великой Отечественной войне, 120 тысяч человек. И где-то около 80 тысяч. 57 героев Советского Союза, выходцев из Дагестана, 7 кавалеров-орденов славы трех степеней. Все же горцы предпочитают войне мир, хотя у нас, как бы, физически подготовленное и так далее население, как бы, и так далее. Вот, предпочитают мир. И искушенные еще с древних времен битвах аварцы говорят, война не родит сына, а родив, убивает. Большая часть населения Дагестана, она исповедует ислам, да, который сам по себе предусматривает такие ценности и традиции. Это уважение к старшим, однозначно, да. Это уважение к семье. Надо отметить, что семьи дагестанцев очень многодетные, да. Вот это не только на территории Дагестана. У нас есть неплохие примеры здесь, в Самарской области. Три кита – это вера, это семья, это старшие, позволяют молодому поколению, а также уверенные, идти и продолжать эти традиции. И ключевой вопрос, который даже мы здесь уделяем, да, о том, что все-таки эти традиции, их надо сохранять и приумножать. Я так понимаю, сохранением и приумножением традиции на Самарской земле занимается культурный центр Дагестан. Когда он был создан, почему возникла необходимость это? Городская общественная организация культурного центра Дагестана, он был еще создан в 90-е годы. И его председателем у нас являлся нами всеми уважаемый Азеев Абдулсамед Шамсудинович, который много работы проводил. И в 2013 году мы решили, что нам нужно более активно работать, расширяться. И в 2013 году была создана областная общественная организация. Мы объединяемся, чтобы наши дети, наши поколения, чтобы знали наши традиции, знали нашу культуру. Мы создали детский танцевальный ансамбль, который называется также Дагестан, который выступает на многих мероприятиях, участвует и в городских, и в областных мероприятиях. В октябре месяце приезжала Лезгинка сюда, это государственный академический ансамбль, который еще раз нам показал о том, что давайте начнем с малого, с культуры, с тем, что этим вопросом будут заниматься дети. Очень много наших земляков приезжает сюда поступать в институты, проходить военную службу. Им непросто адаптироваться в этой жизни, им это легче сделать, когда культурный центр в этом непосредственно принимает участие. Дальше очень многие уже, наши земляки, которые давно здесь находятся, у них уже родились дети, уже даже есть внуки. И при этом, соответственно, хотелось бы эту изюминку, вот эти традиции сохранить даже вдали от родины. Маленькая родина, которую мы называем Дагестан. Хотелось бы, чтобы все-таки больше положительного сегодня говорили, потому что мы все-таки народ, который пришли доказывать делами, положительными делами и в спорте, и в труде, и, соответственно, в науке, и в военной отрасли, о том, что на нас можно положиться, и мы никогда не подведем. Рассматривается сегодня проект строительства спортивного комплекса, да, вот это по согласованию с президентом, да, и губернатор нашел возможность. Тагир Хабулаев после Олимпийских игр попросил, чтобы вот такой спортивный центр был построен. Да, дворец единоборств будет построен в парке молодежном, соответственно, сегодня уже заканчиваются проектные работы. Опять же, это и поддержка губернатора, и поддержка Министерства спорта, это и поддержка Федерации дзюдо, которая все это держит на пульсе и, соответственно, что оказывает помощь. Вот, поэтому, если такая поддержка будет, то, я думаю, хороших дел будет намного больше однозначно. Масса положительных моментов, очень хороших сторон, но, несмотря на это, в обществе существуют некоторые стереотипы насчет дагестанцев, вот это распространенное выражение, как дагестанская свадьба, вот что-то нарицательное, и какие-то моменты, вот, ну, несколько неприятные, наверное. Конечно, мы отрицательно относимся к этим стереотипам, которые появились. Они не появились, конечно, вот, после развала Советского Союза, мало уделялось внимания межнациональным отношениям. Молодежь была, как бы, молодежью не занимались практически. Вот это последние годы очень большое внимание уделяется, и гармонизации межнациональных отношений, межконфессиональных, межрелигиозных отношений. Когда в средствах массовой информации показывают только отрицательные моменты, показывали, и это... Многие люди, когда лично не знают дагестанцев, не знают дагестанцев, и узнают, знают только по средствам массовой информации, и когда показывали негативное, мало кто из представителей прессы достойно освещал такие положительные моменты. Только отрицательные моменты освещались, и крутили, крутили. Такие моменты положительные, где... И вот у нас парень под Москвой, где Москва-реке, Марат Рахметов спас двух девочек. Дагестанцы, спортсмены, которые в Хабаровске поехали на соревнования, из горящего вагона вытащили. Ну, мельком покажут или вообще не покажут, образно. Ну, у нас есть чем гордиться, поэтому не только на территории республики, но и здесь. Поэтому я думаю, что мы все-таки совместными усилиями, да, и при поддержке, которая есть в Самарской области, мы все-таки вот этот имидж, там, лица кавказской национальности, так называемой, да, вот, мы будем менять в лучшую сторону однозначно, да. Вот, потому что на территории Дагестана, да, мы аварцы, лакцы, даргинцы, вот. Как только мы попадаем на территорию России, да, мы становимся дагестанцами. Как только мы уезжаем за границу, мы все русские. Поэтому делить нам нечего, вот, родина у нас одна, вот. Поэтому я думаю, что даже те отрицательные моменты, которые есть, они ни в коем случае не перекроют те положительные моменты, то гостеприимство, то радушие, которое есть у кавказских народов, и в том числе у дагестанцев. В прошлом году путешествовали все представители национально-культурных объединений в Саратов. Да, была выездная конференция, да. И там мы видели дагестанский замок. Он вот еще был недостроен, но уже своими масштабами, своей красотой удивлял и поражал. В Самаре как это будет выглядеть? Что-то похожее или... На Волгаре будет построена национальная деревня. Она будет называться городок мира. Там будет 25 домов, и они по размеру будут одинаковые. 50 квадратных метров каждый дом и 5-6 соток земли. А вот вы уже думали, как будет выглядеть, какая архитектура, внутреннее наполнение, что туда нужно поставить, как нужно украсить? Основной акцент будет ставиться на то, чтобы уместить в этом даже небольшом объеме особенности каждого народа, да. То есть это будет даже... Пусть это будет один элемент, да. Вот там кувшина или, соответственно, национального костюма, да, и так далее. Но он будет подчеркивать, что про них не забыли, и про то, что они входят в состав этой большой дружной семьи. Вот. Ну, не забывайте, есть еще территория, да, которая позволит показать, там, вот, там, где располагалась скотина, да, соответственно, элементы это, да. Вот. У всех там, у большинства там складывается впечатление, что на Кавказе только люди сидят там около двора, да, да, с палочками, соответственно, в этих попахах, да, вот, и больше ничего не делают, да. Это большой кропотливый труд, да, начиная, еще солнце не встало, уже уходится, да, скот. Это даже охрана того же аула, да. Очень радует, что дружба народов в Самарской области – это не пустые слова, что это действительно явление, которое в обществе у нас царит, что у нас, у самарцев, нет стереотипов по поводу народов, как говорится, кавказской национальности, а что мы понимаем все, как есть, мы видим людей, которые рядом с нами живут, которые прекрасны, очень красивый характер, очень добрая душа. Спасибо вам большое за эту приятную беседу. Ну, а то, как живут другие народы многонациональной Самары, мы узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго, до новых встреч. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»